Привет! Я бы с радостью сделал еще пару роликов про Fallout 76, но в последнее время меня очень потянуло на старый формат этаких атмосферных старых роликов моего канала, поэтому до релиза бета и выхода нового Fallout позвольте мне залить в ваши ленты немного мрачника. К слову, если вы ждете контент по мультиплеерной части Fallout, считая дни до релиза, то рекомендую обратить внимание на РП-сервер по Fallout The Hub на платформе Garry's Mod. Здесь ты можешь стать бойцом НКР, рейдером или даже паладином Братства Стали, истребляя гекконов, рейдить жи-базы и создавая мощное снаряжение, участвуя в событиях, конкурсах вместе с прекрасным комьюнити на сервере The Hub. Просто перейдя по ссылке из описания. Сегодня мы поговорим о локации, находящейся на юге Содружества. Немного южнее центра снабжения бостонской полиции. Поместье Fairline Hills. Локация представляет из себя улицу, состоящую из шести частных домов, история которых нас сегодня и интересует. Воссоздадим ее. Исследуя эту локацию в первый раз, подойдя к поместью ближе, мы сможем увидеть и услышать диких яогаев, которые будут обкладывать туши браменов, рядом с которыми будут лежать два скелета, на первый взгляд, олицетворяющих хозяинов этого самого скота. Но о них мы обязательно поговорим несколько позже, а пока просто запомните, сколько их и как они выглядят. Все дома в этом поместье открыты для игрока в доступе. Все, кроме одного. В этом доме когда-то давно забаррикадировался его хозяин, предварительно закрыв на втором этаже своих гульфицированных родственников, перекрыв нижний этаж надверной цепью и установив растяжку с оружием позади двери. Сам же хозяин лежит на втором этаже в релаксационной позе уже давным-давно, и его состояние слегка напоминает товарищей на детской площадке. И лежит он так, к словам, не от удовольствия, а от того, что словил пулю в голову и отлетел от окна, о чем свидетельствует его сверхразвращенная поза. Что мы видим в итоге? Три скелета, два яогая и открытые дома, забитые доверху лутом. Открытые, но не тронутые сейфы, шкафы и прочая мебель. Больше никого и ничего. Мы обязательно воссоздадим полную картину произошедшего позже, ведь она не так очевидна, как может показаться на первый взгляд. Многие, конечно же, знают, что это, ну или почти это место, уже фигурировало в серии Fallout в виде визуализации, о которой я ранее детально рассказывал. Да, я говорю о Fallout 3 и о примере с батей, который сам переоделся в костюм собаки, а вас снабдил кухонным ножом для того, чтобы вы практиковали свое мастерство дизайнерских стрижек на местном населении. Конечно, я говорю о моменте с крохотным убийцем, про которого я, кстати, уже тоже частично рассказывал ранее, правда поверхностно, в ролике про серийных убийц мира Fallout. Но, если вы поддержите активностью это видео, то, быть может, мы воссоздадим историю крохотного убийца уже на основе имеющейся информации из Fallout 4. Естественно, первое, что ты делаешь, так это, пытаешься найти отголоски этой самой истории в актуальном поместье в Fireline Hills. Ищешь тот самый скрытый терминал или что-либо еще, но, к сожалению, попытки не увенчаются должным успехом. В любом случае. Информация появляется только лишь тогда, когда ты замечаешь реплики компаньонов при появлении в этой локации. Каждая из них индивидуально и имеет свое значение. Послушав всех или большую половину напарников, рано или поздно ты придешь к мысли о том, что раньше это место было обитаемо. И действительно, открытые сейфы, доступные для лутания шкафы и дверь, недавно снятые с петель, яро намекающие на присутствие цивилизации, так и говорят о том, что да, здесь недавно кто-то был. Но где все люди? Сейчас здесь предельно тихо. Шесть домов, три скелета, несколько медведей, но больше никого и ничего. Где минимум три остальных скелета? Если учесть, что в этих домах жили семьи, то здесь проживало как минимум шесть, а то и больше человек. Поместье, как я говорил уже ранее, выглядит очень обитаемым. Тут явно после войны жизнь кипела своим чередом, но актуальная ситуация выглядит так, как будто люди, жившие здесь, приняли решение покинуть свои дома буквально в считанные секунды и бросили все свои дела, о чем свидетельствуют оставленные и неиспользованные вокруг всей локации предметы быта. Снятая с рамы дверь у дома, наполовину заряженный пистолет на кухне другого и открытые для всех сейфы с патронами, хламом, оружием и прочим-прочим. Со слов компаньонов мы поняли, что раньше здесь жили люди. Из местного окружения, в свою очередь, мы выяснили, что почти все они пропали в один момент. Ушли, пропали, исчезли, испарились, не важно. Важно, что их просто не стало в один миг. Так, что же могло здесь произойти? Возможно, в один прекрасный день, а может быть и не прекрасный, сюда пришли и яугайи быстренько съели местных браменов, вместе с двумя бедолагами заодно. Нет, и вот почему. Скелеты выглядят так, как будто лежат здесь уже давным-давно. Их наличие в этом месте точно не результат филигранной работы хищников. Для справки, на открытом воздухе телу нужно около трех плюс-минус месяцев для того, чтобы превратиться в скелет. И то, кости будут иметь красный оттенок, а эти товарищи кристально-белые. Следовательно, они лежат здесь уже минимум год, ну или около того. А учитывая то, что туши браминов, которых местные определенно использовали в скотоводстве, относительно свежие, можно сделать вывод о том, что для медведей это место только в новинку. К тому же, тело белоснежного оттенка на втором этаже эту мысль только подтверждает. Теперь ясно одно. Яо Гаи не причина местного исчезновения людей. Но если не Яо Гаи, то кто? Ситуация в Fairline Hills смогла развиваться следующим образом. Один из ныне актуальных скелетов, ранее бывший житель, обустроившийся в Fairline Hills, чудесным образом пережил катастрофу в 2077-м вместе со своей семьей, которая, в отличие от него, по результату превратилась в гулей. Представьте, вы увидели, как ваша семья превращается в зомби прямо у вас на глазах. Какие мысли у вас в голове? Зомби-апокалипсис или что-то в этом духе? Так или иначе, герой из дома номер 6 запирает своих родителей на втором этаже, потому что не может спустить на них курок, а сам начинает ждать у окна, чтобы при случае опасности защитить себя и какую-никакую семью. Со временем рейдеры или прочая шпана все-таки прострелила бедняги голову, и тот, в свою очередь, так скажем, остался белеть. Отвлекаясь от темы, хочется, кстати, вставить сюда небольшой момент о том, что, по словам Престона, раньше здесь было поселение. Престон, в свою очередь, относительно молод, значит, временной промежуток, о котором он говорит, происходил не так уж и давно, особенно учитывая то, что он помнит эти места и людей в них живших. Если возвращаться к нашей истории, то спустя некоторое время после смерти товарища на втором этаже, это место нашли и другие выжившие. Они увидели, что Гули заперты на втором этаже, а проход к ним закрыт, и спокойно начали обустраивать это самое место. Засунули еду и питье в холодильнике, и притащили броминов для молока и мяса, приступили делать ремонт и начали всячески обустраивать поместье. И это видно. Вопрос лишь один. Где же они все сейчас? На самом деле, ответ на этот вопрос уже был дан ранее. И дан он был никем иным, как охотником. Цитирую. Люди жили здесь последний раз, когда я проходил мимо. Сейчас нет. Да, просто так. Охотник института гулял и проходил мимо. Конечно же, нет. Мы знаем цель охотников. Их миссия – это поиск беглых синтов. Не больше и не меньше. Проходил он здесь явно не просто так, а именно для того, чтобы найти беглеца среди тех, кто раньше принадлежал институту. Он сам прямым языком заявляет, что это отличное место, чтобы спрятать беглого синта. Значит, он был здесь раньше, и следовательно, искал определенное лицо. Так что же получается? Местные жители действительно пытались спрятать здесь беглого синта? На самом деле, точного ответа на этот вопрос я дать не смогу. Ведь люди, по большей части, сами не знают того момента, являются ли они синтами или нет. Ведь всем им, будучи синтами, спасенными из института, стирают память до определенного момента. Но вот на что точно можно дать ответ, так это на вопрос о результате и финале этой истории. Позвольте мне воспроизвести все в хронологическом порядке. В один самый обычный день охотник и синты пришли сюда и никого не убивая, просто похитили всех местных жителей. Они это делали и раньше, ведь только так они могут выследить нужного им синта. Быстро, четко и без шума. В поисках информации о беглеце или о подземке в целом наверняка ничего не было найдено ни в сейфах, ни в шкафах, и им так или иначе пришлось оставить все нетронутым. А даже если что-то и было найдено, то явно бы не оставили все улики на видном месте. Судьба украденных бедняк в лице людей, быть они синтами или нет, не важно, определенно не очень веселая. Либо с ними потом занялся Вёрджил, либо их заменили, сделали агентами института, либо просто пустили на органику для третьего поколения. Не важно, важно лишь то, что история Fairline Hills на этом заканчивается. Почти. Время шло, а уставшие брамины, оголодав, стали ходить вокруг да около по поместью, мычать и плакать о своих хозяевах, привлекая своими источными криками внимания проходящих мимо яугаев. Голодные мишки, в свою очередь, ворвались в поселение, растерзали браминов на детской площадке и кушали их до тех пор, пока не появились вы. И только вам теперь остается решать, какова реальная история поместья Fairline Hills на самом деле. Конечно, эта информация не является истинной из первой инстанции, и вы в полном праве считать ее спекуляцией. Однако, все факты ярно намекают на упомянутое в видео. Или нет? Что вы думаете на этот счет? Такова ли реальная история поместья Fairline Hills, или это просто отсылка на Fallout 3 с батей, и не более? Пишите свои мысли в комментариях под этим видео, и оставляйте свои темы на будущие ролики, которые вы бы хотели увидеть на этом канале. Быть может, именно ваша идея будет воплощена в полноценное лорное видео на этом канале. А пока, друзья, на этом все. Поддерживайте ролик лайками или репостами, а также, если есть на то желание, присоединяйтесь к каналу на Patreon. Это лучшее место для поддержки ваших любимых авторов, ибо взамен вы получаете подарки и бонусы в зависимости от выбранной вами подписки. Перечень наших бонусов вы можете видеть на ваших экранах. Перед вами, кстати, ники людей, уже присоединившихся к каналу на Patreon, среди которых особую поддержку в этом месяце оказал зритель под ником Антон Бобовник, за что ему и всем остальным, кто поддерживает творчество на этом канале, как на Patreon, так и на Donation-сервисах, огромное спасибо. Спасибо и вам за просмотр, друзья, ибо на сегодня это все. Присоединяйтесь к каналу в других социальных медиа, таких как паблик ВКонтакте, Дискорд-канал и прочее-прочее, закрепленное по ссылкам в описании. А я с вами прощаюсь. Вы смотрели Овер 9К5000. Проверите колокольчик, потому что новое видео уже очень скоро. Пока-пока.